Всем привет, уважаемые друзья! Всем привет, уважаемые мои зрители! Сегодня у меня обнова на заднюю подвеску. Купил вот такие вот амортизаторы. Называется НИПАЦ. Это масляные амортизаторы за номером J5523013. Почему купил именно масляные? Потому что я езжу на машине не так много. По колдоебинам и оффроуда у меня нет. Поэтому предпочитаю именно масляные амортизаторы. Это масляные амортизаторы от Mazda BT25. Почему именно такие? Потому что штатные амортизаторы на наш автомобиль стоят около 5000 рублей. А эти амортизаторы обошлись мне всего в 1300 штук. Итого 2600. Да, они масляные, да, они немного по-другому работают. Но у меня машина практически никогда не бывает загружена по трассе. Мне, в принципе, этого будет хватать. Пружины у меня сзади стоят от крузака 80-го. Поэтому совместно с этими амортизаторами будет очень даже ничего. Это амортизаторы. Не от нашего автомобиля. Но подходят к нашей Mazda. Это от B-серии так называемой амортизаторы. Здесь верхнее ухо подходит у нас полностью. Нижнее ухо здесь на 12. Нам необходимо на 14. Вот это ухо необходимо рассверливать. Эти амортизаторы, если их привести в разжатое состояние. Вот так, да? Вот так. Выводим их в разжатое состояние. Эти амортизаторы работают только на сжатие. На разжатие работает, помогает пружина. Подергиваний никаких нет. Я их прокачал. Все нормально, все хорошо. Дорогие запчасти по 5 тысяч рублей. По 2,5-3 тысячи я назад не хочу ставить все-таки. Мне в принципе и эти амортизаторы подойдут. Так, вот они мои снятые амортизаторы, которые стояли сзади. Втулки мы, конечно же, вытащили полностью, потому что невозможно было со своего места их содрать. Вот так они выглядят. И обратите внимание, масла в них вообще нет. Это с учетом того, что они ни разу с Японией не менялись. Вот, все, сдуло. В этом амортизаторе то же самое. Вот он мой вытыкший задний амортизатор. Масло полностью все вытекло. Здесь, конечно же, то же самое. Полностью втулки убрали. Невозможно было снять своего посадочного места. И здесь тоже. Вот такие вот дела. Он вообще пустой. Просто пустой. Абсолютно. Вот что стало с моими втулками. Вот такие вот втулки. Пришлось пневмопистолетом обрабатывать. Заменил. Поставил вот такие амортизаторы. Называются они ПАЦ. Один в один, как наши. От Мазды БТ-2500. Форд Рейнджер. Задние амортизаторы поставил тоже масляные. Потому что у нас тоже масляные. Полтора рубля штука. Можно найти дешевле. Называется они ПАЦ. Кому интересен номер, вот он номер. И еще одна покупка у меня. Это пружина РК-3598. Которую я поставлю на правую сторону. Почему именно эта? Потому что она, по-моему, на пол витка длиннее, чем левая пружина. Штатная именно так идет. Открываем. Вот такая вот пружинка у нас. Что в ней интересно. Вот здесь вот написано. РК КИП РК-3598. РК КИП РК-3598. 0,1-14. 14-го года пружина, представляете? 14-го года. Купил я ее за 2,300. В магазинах они стоят по 3,5-4 тысячи рублей. Это, видимо, какие-то старые запасы. Сейчас я замерю номинальные размеры. Внешний диаметр 17 см. Внутрь диаметр. Высота пружины по виткам 43,5 см. РК КИП РК-3598.